Челябинск дождался хвойной революции. И последорожной, сократившей до минимума городские газоны, это прекрасная новость. Правда, пока революционная искра разгорелась только на придорожной полосе городского бора вдоль улицы Худякова. Под топор санитарно-ландшафтной врубки после тщательного обследования попали старые худосочные вязы и трухлявые клены. На их место придут молодые крепкие елки. Фронт работ в полном соответствии с названием таит опасности. Острые, как в западнях вьетнамской войны, колышки-пеньки, оставшиеся от срубленных еще зимой кустов. Рядом идет атака штыковой лопатой. Руководит операцией главный лесник области Виктор Блинов. Героически суровый в берете цвета хаки. Эта форма, она стандартная. Ну, что касается берета, это я так сам себе решил. Я не нацепил на берет никаких знаков различия, поэтому совсем к командующему спецназу себя не отношу. Но, тем не менее, петлицы со звездами мы носим. Эта битва не только за свежий воздух, но и за эстетику. Вместо пострадавших солдат на носилках несут пушистые зеленые деревья. Давно вопрос здесь уже назревал, то, что кусты не облагорожены, как-то смотрелось. Поэтому здесь провели санитарную и далее проводим ландшафтную рубку по улице Худяково с высадкой крупномерного посадочного материала. Скажем так, немного облагородить с центральной улицы вид городского бора. Крепкие сибирские елки возрастом от 5 до 8 лет высаживают взамен старых, высохших и неприглядных вязов и кленов. Сейчас принесут нам елочку самую красивую и мы сюда посадим. Личный счет посаженных деревьев у Валерия Нигматулина идет на десятки тысяч. Я уже работаю больше 25 лет в лесном хозяйстве, поэтому я их не считаю уже. Зато процедура идеальной высадки изучена от и до. Корневая система у елки поверхностная, поэтому копается небольшая яма и делается, делается как так называемая у нас болтушка. Ели сегодня высадят четыре десятка, а за лето более двухсот. Вдоль улицы Худяково от центра до водохранилища. Поредевшие обочины и измельчитель веток тем временем вызывают черные подозрения у горожан. Очень много жалоб по поводу нашей рубки. Стараемся разъяснять. Ну, в принципе, львиная доля населения понимает, что мы делаем лучше, хотим сделать, чем было. А не как раз никакие не сплошные рубки и не тем более под какие-то застройки. Потому что здесь сплошных рубок не ведется. Все срубленные деревья в план утилизации внесли профессиональные лесопатологи, которые специально приезжали из Екатеринбурга. Они же полностью одобрили еловый натиск на обломках старых вязов. Юлия Алексеева, Егор Голубкин, СТС Челябинск.